Продукты питания, средства гигиены, бытовая химия – все это необходимо в каждом доме. И, казалось бы, ничего особенного в этих пакетах нет. Но это не так. Ведь вместе с наборами воспитанники вспомогательной школы будут дарить частичку своего тепла и милосердия тем, кто нуждается в помощи и поддержке больше, чем они. У нас сегодня очень почетная миссия. Мы проводим акцию «Забота» совместно со вспомогательной школой для пожилых граждан. Акция приурочена в этом году году народного единства. Очень хочется сплотить поколение – пожилое и молодое, чтобы передавался опыт, чтобы дети делились своими впечатлениями и радовали пожилых людей. Но акция еще носит и социальный характер. Часто дети, ну и люди с инвалидностью считают, что о них должны заботиться, потому что только им плохо. А вот вспомогательная школа нашла такой подход, чтобы показать детям, что кому-то бывает хуже, чем им. У одиноко проживающих стариков и инвалидов не часто бывают такие гости. Тем ценнее этот визит, ведь ребята с юных лет учатся добру и сочувствию. Я очень благодарна, что меня не забывают, что делают такие хорошие подарки, которые, в общем-то, всегда кстати. Спасибо большое. Спасибо, что детей привлекаете, чтобы они понимали, что есть люди-инвалиды, что им надо помогать. Это очень-очень хорошо, если они это усвоятся с молодостью. Всего в списке 10 адресов. Для каждого человека предназначено по два пакета полезных вещей и продуктов, а также добрые слова и пожелания. Чтобы вы никогда не болели, что людей в этой связи у вас подарки. Подарки, конечно, это хорошо. В хозяйстве они пригодятся. Но самый дорогой ценный подарок – это внимание. Очень рады. Вроде бы прекрасно смена растет. Не столь ценоборно, как внимание. Участие в жизни других людей тронуло и самих воспитанников вспомогательной школы. А потому наверняка акция не станет последней. Я очень рад, чтобы помочь пожилым людям и сделать что-нибудь полезное. Сегодня помочь, когда я дарю подарки, я получаю радость. Цель этой акции – это воспитание в детях доброты, милосердия, забота о людях старшего поколения. И, конечно же, эта акция не была бы возможной без неравнодушия и активного участия вне родителей наших учащихся, за что им огромная признательность и благодарность.